Всем привет! Меня зовут Светлана, вы на канале Редактура или Жизнь. Ну и сегодня я делаю вам обзор на трилогию Шенненча Краборти, на её трилогию Дева Бада. И я, конечно, знаю, что одиночные обзоры заходят не так круто, как ролики, в которых много книжек, покупки, прочитанные, подборки, да. Но, тем не менее, мне очень важно делать какие-то вот такие вехи на канале, отмечая максимально понравившиеся, максимально тронувшие меня книги отдельными роликами. Во-первых, для того, чтобы те, кто интересуется, всегда могли их без проблем найти, посмотреть. И для того, чтобы не отвлекаться, не торопиться и поговорить о достоинствах обстоятельно. И поэтому сегодня говорим с вами о джиннах, магии и восточном фэнтези в целом. Поехали! По традиции поговорим о сеттинге, персонажах, сюжете, антагонистах, что мне, может быть, понравилось, не понравилось. И начну, конечно, с сеттинга. Держать я буду, наверное, все три это тяжеловато. Держать буду вторую книгу, как ни странно. Ну вот, сердце мне подсказывает, что она моя самая любимая. Хотя, наверное, рационально мне это несколько сложно объяснить. Итак, сеттинг. Альтернативный мир, XIX век. Но, в первую очередь, это, конечно, Восток и Девабад, столица джинского мира. Такой джинский Рим, да, куда сходятся все дороги. И Чакраборти провела великолепную работу по тому, чтобы нам это передать. Для западного читателя трилогия Девабада это всегда будет увлекательно и немножко волшебно, потому что очень много деталей. Еда, одежда, религия, обычаи, здания. Все-все-все она не забыла, при этом не перегрузила нас. И, тем не менее, что мне понравилось? Она давала себе возможность, да, описать все. То есть мы не бежали голопом по Европам, мы останавливались на каких-то вещах. И Чакраборти даёт нам, читателям, возможность полюбоваться, восхититься, насладиться вместе с героями. Погрузиться в этот мир на 100%. То есть вот что... Я никогда не слышала разные придирки к Девабаду, никогда не слышала придирок, что здесь как-то вот плохо передан мир. И это оправданно, потому что из всего восточного фэнтези, которое я читала за последнее время, это, безусловно, самое глубокое погружение, самое волшебное погружение. Вообще я, по-моему, уже говорила, что я купила Чакраборти, когда уже все купили и прочли, как минимум, первый том. Я держалась такая, немножко включила режим сноба, и все покупают, но я не буду. Я вот другое что-нибудь куплю, менее известное. И по итогу я хочу сказать, что я была очень неправа, признаю, потому что, конечно, из всего восточного фэнтези, что я прочитала, ни одно не доходит до уровня Чакраборти. Это действительно очень и очень круто. По персонажам. У нас вообще в этой трилогии два главных героя, ну, кто-то поспорит, что может быть три, и в третьей книге это действительно так, но основных, если мы смотрим на трилогию в целом, у нас все-таки два. И здесь уже начинается некое, ну, такое несовершенство, если хотите, аннотации, потому что аннотация делает упор всего лишь на одного персонажа, ничего не говорит о втором, и зря, на мой взгляд. Итак, у нас первая героиня это девушка Нари, и когда я говорю девушка, я говорю именно девушка, да, не девочка. Нари плохо помнит свое детство, но по ее собственным ощущениям ей около 20. То есть она не 14-летняя, не уравновешенная школьница, да, все-таки немножко другой возраст. Она живет в Каире, вот в этом альтернативном Каире 19 века, понятия не имеет в никаких джиннах и не верит ни в какую магию, промышляет мошенничеством. У нее есть способность к целительству, ну, какие-то задатки, да, целителя. Она мечтает скопить денег, уехать туда, где женщина может спокойно учиться и стать врачом. И это, вот я специально это подчеркиваю, потому что в первой книге об этом всего несколько слов, но тем не менее автор уделила, да, какое-то количество текста вот этой ее мечте. И это очень круто, потому что оно невероятно отыгрывается во второй книге. Без этого вскользь намека какие-то действия Нари вот здесь могли бы быть нам непонятны. Но из-за того, что автор не пожалела книга места, да, те, как бы, страницы места, не пожалела, и мы об этом послушали, мы об этом узнали, вторая книга выглядит намного более логичной, гармоничной, и мы очень Нари сочувствуем. По крайней мере, я, наверное, догадалась, почему у меня вторая книга самая любимая, потому что здесь я максимально сочувствую персонажам, то есть здесь я еще на них так немножко свысока смотрела, юнцы. То вот здесь я этим юнцам по-настоящему сочувствую и переживаю за них. Нари, участвуя в некоем ритуале, по фану просто, вызывает джина. Она этого не собиралась делать, даже не имела понятия, что он там поет, но, тем не менее, она вызывает джина. И за джином начинается какая-то странная охота, и за ее жизнью тоже угрожает опасность. Джин говорит ей, что им нужно в Девабад. Там они будут в безопасности, и они отправляются в Девабад. И вот это вот начальный кусок про Нари и джина, он самый не то чтобы невнятный в этой истории, нет, но он самый смущающий, потому что в какой-то момент мне казалось, что не дай бог, мне сейчас дадут ром-фант про избранную и джина. То есть вот прямо есть момент, на который ты начинаешь так думать. Ага, мы вот к этому идем, о боже мой. Но это не так, это настолько не так. То есть это вот, знаете, как бы такой момент, когда мы зависаем над пропастью и все-таки удерживаемся, да, и все-таки не падаем туда. Вот здесь есть такой момент. И поэтому так важно, так важна для меня лично была вторая линия. Вторая линия это линия Али или Али Зейда. Он младше сына короля Девабада. Ему 18. То есть я видела претензии в духе, а что это джины, которые живут столько сотен лет, они ведут себя как подростки. Ему 18 в прямом смысле. То есть джины живут столько, несколько сотен лет, а ему 18. То есть он и по человеческим-то меркам, еще, мягко сказать, не суперсознательный гражданин. Но по джинским меркам он вообще сосунок. И он воспитывался как воин вдали, среди, естественно, военных в цитадели. И вот для него история начинается с того, что отец призывает его во дворец, чтобы он уже как-то участвовал в политической жизни. А он ничего об этом не знает. То есть вообще. При этом он идеалист, горяч, прывист. И он очень хочет всем помочь. И он видит, что у всех проблемы. И видит, что все никак не могут договориться друг с другом. И он так хочет все наладить. И делает все только хуже. И хуже, и хуже. И его, конечно, жалко в какой-то момент очень. То есть, да, можно там первое время разбивать себе лоб, типа, идиот, что ты творишь. Но в какой-то момент его очень жалко, потому что он это делает от доброго сердца. Не от идиотизма, да, а от доброго сердца. И от полного незнания, незнакомства, да, вот с этими политическими интригами. Никто его этому не учил. Он просто под приказу отца, да, приехал во дворец. Никто не собирался вводить его в курс дела. И он начал причинять добро. И это оказалось роковым для него выбором. Ну, и, соответственно, когда прибывают Нари и Дара, Дара так зовут Джина, которого она призвала, разумеется, проблем становится только в 10 раз больше. Да, я забыла сказать. Главное дело в том, что автор прекрасно, просто идеально сыграл на контрасте двух главных героев. Нари Прагматик. То есть, два идеалиста, это было бы тяжело, перегруз, и мы бы, наверное, смотрели на все это с тоской. Но Нари Прагматик, да, она мошенница, которая сколько лет выживала на улицах Каиры. Она просто не может быть идеалисткой по своему бэкграунду. И она ей не является. И она очень здорово как бы вот уравновешивает Али, да, там, где Али рвется в бой. Нари говорит, Та-дам! А давайте подумаем. А что хорошего из этого получится? А, скорее всего, ничего. То есть, вот она в этом смысле большая молодец. Что по сюжету в целом? Я его, разумеется, спойлерить не буду. Всегда у меня обзоры бесспойлерные. Но, ну, во-первых, хочу сказать, что между первой и второй книжкой у нас проходит 5 лет. Между второй и третьей у нас ничего не проходит. И сюжет абсолютно, сюжет разворачивается по нарастающей, абсолютно четко. Он зависит от действий персонажей. То есть, это никогда никакие не рояли из кустов, не боги из машины. Персонажи сами все прекрасно ухудшают и ухудшают и ухудшают. И вот в этом Чакраборти абсолютный мастер, особенно во втором томе. Так хотят ее персонажи сделать что-то хорошее. И это каждый раз, вроде бы, они получают свое хорошее. И каждый раз ужас, еще и куча ужасных последствий. Она вот... Это, наверное, то, что для меня... Ну, ненавижу термин «стекло». Сразу хочу сказать, я не люблю термин «стекло». Он абсолютно, на мой взгляд, бредовый. Но то, что для меня «стекло», да, это когда персонаж пытается что-то исправить, да, и ему кажется, что он исправил. А тут все становится только хуже, потому что он о чем-то не подумал, или кто-то не так его понял, или еще, еще, еще. И вот Чакраборти просто мастер. Ухудшать и ухудшать и ухудшать положение героев, когда, казалось бы, куда еще хуже она умудряется. То есть, скажу вам честно, в конце второго тома у меня было ощущение, что это не распутать. То есть, это не разрешить все так плохо, что как бы, кто бы там не победил, да, в конце, вообще все не вернется в норму никогда, потому что у нас есть шесть джинских родов, которые живут в Дэвабаде, плюс у нас еще есть шафиты. Шафиты – это полукровки, которых все терпеть не могут и относятся с презрением. И вот все они прекрасно... Они живут несколько сотен лет, да, все эти джинны. Они прекрасно помнят все обидки, которые один род нанес другому роду. Все все помнят. И вот к этому примешиваются какие-то новые происшествия, да, и месть начинается и за старое, и за новое. И у каждого свои интересы. И каждый может нанести удар в спину. И это просто закручивается, закручивается, закручивается. И это, безусловно, мастерское фэнтези, именно политическое, причем по серьезности последствий. Я хочу сказать, что здесь уровень, ну, тяжести, наверное, того, что происходит, подбирается к Джорджу Мартину. Реально. Чакра Борти не упивается деталями, то есть здесь не будет, знаете, там, подробных изнасилований, долгих сцен пыток. Вот ничем этим она не занимается, не увлекается. Но то, что по масштабу и по страшности последствий она вполне себе рядом с Джорджем Мартином может стоять, это факт. И, ну, реально в процессе чтения ты понимаешь, боже, какой кошмар. Какой кошмар, боже мой. И чем дальше, тем оно, в общем-то, страшнее. И поэтому у меня было ощущение, что как, как герои это разрулят. В какой-то момент я думала, что это вообще просто нереально. Поговорю вам про антагонистов. Буквально два слова. Конечно, здесь нету какого-то страшного темного соурона, это прекрасно. Антагонистов у нас здесь два. Они сменяют друг друга по ходу повествования. И что здорово, так это то, что Чакра Борти дает каждому из них трибуну. Ну, то есть дает каждому из них высказать в какой-то сцене, в каком-то диалоге, высказать свою точку зрения. Объяснить свою мотивацию. И мы понимаем, что эта мотивация неплохая. То есть они не злодеи, потому что в душе сауроны. Они хотят, не видят себя злодеями, разумеется, и хотят наладить порядок. Методы, которыми они это делают, разумеется, мы не одобряем страшные методы. Но им кажется, что только так мы придем к изобилию, ну, хотя бы к спокойствию. И это очень-очень круто. То есть особенно вот в первой книге, когда называемый «Злодей номер один», он излагает свою точку зрения, ну, я прям понимаю трудности человека, ну, не человека, а джинна, да. Я прям, ну, условно, мы даже на грани сочувствия. Потому что, ну да, досталось тебе тут, вообще не пойми чего, да. Надо же как-то разбираться, а все друг друга помнят, мстят, не забудем, не простим, да. Да, тяжело. В какой-то момент даже вот такое вот понимание наступает, и, по-моему, это сделано очень-очень-очень-очень классно. Что с романтической линией? С романтической линией Чехраборти обошлась ювелирно. Вот так, как я люблю, прям на 101%. Во-первых, у нее здесь, на минутку, классический любовный треугольник есть. И, тем не менее, она сделала его так, что его как бы нет. При этом он все время есть. То есть вот это вот легкое напряжение на третьем плане, оно постоянно присутствует. Но никогда оно не становится основной линией сюжета. Потому что здесь такое происходит, что какие-то романтические настроения, да, сексуальных сцен здесь нет, если кому-то это принципиально. И, наверное, количество поцелуев на все три книги, мне кажется, мне хватит одной руки, чтобы их пересчитать. Да, здесь есть чувства, и есть глубокие чувства, и они очень хорошо показаны. Но здесь происходят такие события, что, конечно, героям не до романтических охов, ахов. Да, она сказала, что любит меня, да, она не может любить тебя. Вот без этого все. И это абсолютно шикарно. То есть романтическая линия здесь. Вот за исключением вот этих вот первых нескольких глав с Нари, когда нам почти кажется, что сейчас у нас тут будет ромфан с Джином. Если вам тоже кажется, держитесь, потому что нет. Потому что не будет. Я вообще читатель, который, если книга середнячок на мой вкус, или плохая книга на мой вкус, то я легко и долго могу рассказывать, что мне не так, и довольно трудно выискиваю какие-то плюсы. Но обычно выискиваю все-таки. Если же мне книга очень нравится, вы могли уже догадаться, что мне очень понравилась трилогия Твабада. Это определенно мой топ-год. У меня будут большие проблемы с тем, чтобы впихнуть в топ все, что я хочу впихнуть. То есть в прошлом году я с трудом составила топ, потому что не было вау-книжек. В этом году у меня прям что ни месяц, то вау-книжки. Поэтому топ будет огненным. Но так вот, когда мне книга очень нравится, я с трудом не занимаюсь выискиванием там блошек. Поэтому я, наверное, ограничусь тем, что скажу, кому, наверное, не понравится Двабад. Может не понравиться Двабад. Ну, во-первых, тем, кто вообще не интересуется восточной мифологией, кому неинтересно это читать, кто хотел бы более европейское какое-то. Мышление, да, реакции, обстановку. Ну, тут, извините, один восток просто. Сплошь, рядом один восток. Во-вторых, тем, кто хотел бы сильную активную линию, вот со всеми этими прекрасными воздыханиями, влажными глазами, дрожащими пальцами, объятиями в коридорах. Вот нет. Нет, здесь этого тоже не будет. В-третьих, если вам неинтересны политические интриги, вообще интриги, то мне сложно представить, чем вы будете здесь наслаждаться, потому что вся трилогия, это интрига на интриги, интриги погоняет. И, ну, разве что в третьей книжке, потому что в третьей книжке уже мы пытаемся разрулить все, что наворотилось до этого. То есть это героическое и политическое фэнтези в первую очередь. И у нее нет ощущения масштабности эпика, хотя события, которые происходят в центральном городе джинов, разумеется, касаются всех джинов, но, тем не менее, оно достаточно локально. И события, всегда фокус всех событий в Дэвабаде, даже если герой находится где-то вне его, они стремятся туда вернуться. Это прям как в Рим ведут все дороги. Все дороги ведут в Дэвабад, и у нас, по сути, все заключено в Дэвабаде, вся соль заключена в Дэвабаде, поэтому это не эпик. И это все, ну, все главные события происходят там. Ну и, наверное, возможно, эти книги не очень понравятся тем, кто хотел бы видеть более взрослых, рассудительных, опытных персонажей в главных ролях. Здесь, к сожалению, такие персонажи, в основном, антагонисты. Хотя здесь очень классные персонажи второго плана тоже. Но здесь все-таки вот опытные, искушенные интриганы, да, это антагонисты или наблюдатели, или такие неопределившиеся. А главные герои, они все-таки юны. Да, Нари прагматична, и это очень классно читать. Прям вот... Да, в первом томе она еще такая ершистая, не понимает, что происходит. Проходит пять лет, и во втором томе она абсолютно шикарна. То есть она сохранила свой прагматизм, она никому не доверяет, и она пытается выжить. И это показано очень здорово. Али, я понимаю, кого может бесить Али, потому что он, да, вот идеалист в кубе. Это про него. За это его все три книги как бы шпыняют. За это он набивает огромное количество шишек. Но мы начинаем его за это любить, потому что он держится, потому что он, тем не менее, ищет выход, да, его получает как бы свои нагоняи, и тем не менее пытается помочь тем, кто ему дорог. Если все это вам не близко, то призываю вас ответить с осторожностью. Всем остальным я очень-очень-очень рекомендую трилогию. Я видела много людей, которые читают, знаете, классику, современную, там, суровую прозу, и которые в восторге от трилогии Девабада. То есть это люди, которых не купишь в каким-то простеньким фэнтези. Тем не менее, Девабад сумел их покорить. Я понимаю, чем, потому что, ну, практически идеально сделанная трилогия. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что следующее видео совсем скоро, да, оно точно совсем скоро, и мы с вами будем подводить итоги вашего голосования в марафоне «Читаю без списков». Так что прощаюсь с вами совсем ненадолго. «Читаю без списков».